Привет, ребята! Я так рад нашей встрече, будто бы год не виделись. Хотя, по сути, так и есть. Последний раз я виделся с вами в прошлом году. Друзья, мне уже не терпится отправиться в кулинарное путешествие по нашей стране. Вы готовы? Отлично! Тогда начинаем! С вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа! Сегодня мы можем научиться готовить вкусные мясные блюда, традиционные для горных аулов. Или запечь рыбу, как это делают в долине рек и озёр. А может, нам удастся попробовать молочные десерты северных районов? Или овощные салаты жарких регионов? Все секреты блюд кухни Российской Федерации собраны здесь, в кулинарном путеводителе. Это кладезь кулинарных знаний. И что удивительно, рецепты разложены здесь аккуратненько, по алфавиту. Вот, смотрите. И. Ивановская область. К. Красноярский край. М. Московская область. Только мне очень трудно сделать выбор, куда мы отправимся и что будем готовить. И по традиции, мне помогут мои помощники. Это Злата Пшеничная. Ей 9 лет. Злата занимается воздушной гимнастикой, любит рисовать и мечтает помочь детям из детских домов. А это Кира Ковалёва. Ей тоже 9 лет. Кира занимается йогой и изучает два иностранных языка. Английский и испанский. Привет, девчонки. Привет. Привет. Рассказывайте о ваших кулинарных путешествиях и о ваших кулинарных открытиях. Я была в Крыму. Пробовала там черчеллу. А я была в Сочи и в Казани. Я в Сочи пробовала сочник и хинкали. Ой, какая вкуснота. Друзья, а на чём вы путешествовали? Я на поезде. На поезде. Так, а ты? На машине. На машине. И на самолёте. И на самолёте. А интересно, на чём же мы с вами сегодня отправимся в наше путешествие? Будем колдовать! Ехать нам скорее надо! Крибли-крапли-трубли-жава! Ух ты! Это Саня. А ну-ка, Саня, везите-ка нас в игровую Саню. Смотрите-ка, Саня-то волшебные, самоходные! Эх! О! Здорово прокатились, правда? Да! А приехали мы с вами к сундуку. Как вы думаете, что же хранится в этом сундуке? Смертка сия! Смертка? Скорая вещь! Давайте скорее посмотрим, что же там хранится. А-а-а! Регионы нашей страны! Сейчас кто-то из вас наугад выберет один из них, и именно туда будет лежать наш путь на Санях! А кто же будет вытягивать регион? Я! А считалки-то вы знаете? Да! Давайте определим, кто будет вытягивать регион с помощью считалки. Начинайте! Раз, два, три, четыре, бабу снежную лепили, дали в руки ей метлу, разбегайтесь по двору! А-а-а! Значит, Злата, ты выиграла! Доставай первый попавшийся регион. И куда же мы сегодня едем? В Ярославскую область! Да, и сегодня отправляемся в Ярославскую область. А что такое Ярославская область? Это древнейший регион нашей страны. Я бы даже назвал его сказочным регионом, потому что здесь есть и домик курочки-рябы, и избушка бабы-яги, здесь есть Алешина подворье. В общем, много чего интересного. А кто может найти Ярославскую область на карте? Так, ищите. Где же она? Где же она? Ищите внимательно. Да, город Ярославль и Ярославская область. Клейте веселого поваренка. Так, Ярославль. А я предлагаю отправиться прямо сейчас в Ярославскую область. Ну-ка, Сани, везите нас в Ярославскую область самих! Друзья мои, мы с вами сегодня путешествуем по Ярославской области. Здесь очень много древних красивых русских городов, таких как Углич, Мышкин, Ростов-Великий, ну и многих других. Но Ярославская область знаменита не только своими красивыми городами, но еще и старинными русскими рецептами. И сейчас я о них вам расскажу. Это, ну-ка, попробуйте, угадайте. Щи. Да, верно, щи. Это старинное русское блюдо. Ну и следующее блюдо русской кухни – это перевар. А что такое перевар? Перевар – это сбитень. Туда добавляют много-много вкусных пряных трав. И получается вот такой вот замечательный душистый напиток. Ну и следующее блюдо – это пудинг не селероды. А такое необычное название происходит от фамилии министра иностранных дел «Царской России». Наверное, министр иностранных дел Карл Васильевич Несельроды очень любил этот пудинг. Я не буду больше вас знакомить с местной кухней, а предлагаю открыть кулинарный путеводитель и выбрать какое-нибудь блюдо. Кто будет открывать? Я. А давайте решим это в игровой, а? Да! Отлично! А ну-ка, Сани, несите к нас в игровую сами! Отпоехали! Эх, Саночки весёленькие! Постойте-ка пока здесь. Мы приехали с вами в сказочное место Ярославской области. И здесь находится домик курочки Рябы. Что несла курочка Ряба? Яичка! Да не простые, а какие? Золотые! Вот они перед вами. Сейчас мы будем с вами играть в старинную русскую игру. Вот перед вами горка, вот яйца, вот разные предметы, которые нужно будет сбивать яйцами, катая их с горки. По очереди будете запускать каждое своё яйцо. Кто больше предметов собьёт, тот и победил. Правила понятны? Да. Тогда на старт, внимание, марш! Оп-па! Один предмет. Ноль предметов. Три предмета. Счёт 3-0. Ага! 3-1. Так. 4-1. Счёт прежний 4-1. Ай-яй-яй! У нас упала палка ограничительная, ничего страшного. Ага! Счёт 6-1. И счёт 6-2. Со счётом 6-2 в этой игре побеждает Злата. У-у-у! Злата, молодец! Ты победила, тебе и выбирайте рецепт в нашей кулинарной книге. Кир, ну а ты заводи наши волшебные сани, и мы с тобой отправляемся на кухню! У-у-у! Открывайте кулинарный путеводитель. Выбирайте какой-нибудь сказочно вкусный рецепт. Я выбрала щит царя Бериндея. Обжарьте в кастрюльке лук, морковь и помидор. Добавьте горячей воды и картофель. Через 5 минут добавьте нашинкованную капусту. А затем обжарьте на сковороде грибы. И тоже отправьте их в щи. Приправьте щит царя Бериндея с солью и перцем. Невероятный рецепт! Давайте выставлять на стол продукты? Да! Давайте! Грибы, помидоры, капуста, чтобы щи получились вкусно! Ух ты! Продукты на месте! Мои гости на месте! Фарточки! На месте! Отлично! Самое время приступать к готовке. Раздаю вам терки. Ну а я напоминаю, что пользоваться теркой дети должны в присутствии взрослых. Держите морковку. Натирайте. Какой красивый звук, а главное, какой ритмичный. Кажется, я слышу музыку. Девчонки, давайте подпевайте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Надевать носы так хорошо? Можно водой намочить. Да? Холодно. А у меня есть ещё один способ. Хотите, скажу? Да. Очень простой способ. Этот способ называется волшебство. Ведь мы же сегодня с вами путешествуем в волшебное Бериндеево царство. Правда? Да. Значит, необходимо немножечко поколдовать. Правда? Раз, два, три. Лук не будем резать мы. Опа. Вот это да, молодцы девчонки. Ловко у вас получается. Морковку нарезали, лук нарезали. А теперь зачем дело стало? Наверное, за помидором, да? Да. Чтобы обжарить всё вместе. Держите вам по помидорчику. Выдаю вам ножи. И не стою напоминать, что пользоваться ножами дети должны в присутствии взрослых. Овощи готовы? Готовы! Молодцы. А сейчас мы с вами будем их обжаривать. Для этого я включаю плиту. И ещё раз вам напоминаю, что пользоваться плитой дети должны... Присутствию взрослых. Ай, молодцы! Оп! Оп! Так, наливаем немножко масла на дно кастрюльки. А теперь отправляем в нашу кастрюльку овощи. Начнём с лука. Попробуйте сделать сами. Осторожно, масло очень горячее. Так, отправляем жариться нашу морковку. И помидор заодно туда отправим. Овощи мы будем обжаривать на медленном огне и постоянно помешивать. А сейчас мы с вами займёмся картошкой. Давай это нарежем длинными ломтиками. Так, с картошкой, кажется, мы закончили, правда? Да! Объявляем о финале картофельного этапа в царстве Беренгея. Так, овощи наши почти потушились. Берите воду. Аккуратненько. Замечательно. Пока наша водичка закипает, мы соберём всю нашу картошку в одну большую миску с водой. Наше путешествие по царству Беренгея продолжается. Знаете, что это? Клубочек. А, не простой, а волшебный. Сейчас мы устроим с вами волшебное состязание. Сейчас мы по очереди будем передавать клубочек и называть сказочного персонажа. Давайте-ка я начну. Кощей Бессмертный. Джар-птица. Василиса Прекрасная. Василиса Премудрая. Так. Лихая одноглазая. О, ничего себе. Держите, тоненький. Царя-лягушка. А, Иванушка-дурачок. Джар-птица. Угу. Беренгей. Царь Беренгей, да, есть такой персонаж. Мышка-нарушка. А? Лягушка-клокушка. Так. Курочка-ряба. Курочка-ряба. Ну, смотрите, сколько много персонажей русских сказок вы знаете. В эту игру, мне кажется, можно играть бесконечно. Это вам медальки. Это тебе медаль, Саната. Спасибо. Это тебе медаль, Кира. А нам самое время закладывать картофель в наши щи. О, ничего себе. Какой замечательный звук. О чем говорит нам этот звук? Этот прекрасный звук говорит о том, что картофельный этап... Прошел. И начинается капустный этап. Скажите мне, как нужно нашинковать капусту? Или положим ее целым куском? Соломкой. Соломкой. А пока я нарезаю капусту, вы порежьте грибы. Справитесь? Да. Давайте, меленько-меленько. Капуста нарезана. Капуста нарезана. Что такое? Что случилось? Грибы нарезаны. Молодцы. Я отправляю капусту вариться в наши щи. Так. А пока варится наша капуста, ставим на огонь сковороду. Раз, два, три, сковорода, прийти! Поймал. А вот она и пришла. Как громко крикнули. Видали, как подпрыгнула сковорода? Наливаем немножко масла на сковороду. Выкладывайте грибы. Ох, какой грибной дух пошел. Как будто мы действительно в лесу Бериндея. Ну, а пока наши грибы жарятся, а щи варятся, скажите, что вы дома готовите сами? Какие блюда вы уже умеете готовить? Я готовлю борщ. Борщ. Кашу. Кашу. Блины. Хорошо. Яичницу. Яичницу. Я, омлет, яичницу, пирожки, оливье. Оливье. Девчонки, я пока помешаю грибы, а вы приберите тут немножко, хорошо? Хорошо. Раз, два, три, две, чистоты, прийди! Ничего себе! А я думал, вы сами будете прибираться здесь. А наши грибы уже готовы. И самое время отправлять их в наши щи. Нужно дать немножко повариться нашим щам. Ну, а сколько нужно дать повариться? Минут семь. Ой, ну у нас нет столько времени. Давайте как-нибудь ускорим время. А как же ускорить время? А, придумал. Волшебство. Волшебство. Три, четыре. Волшебство. Дорогие друзья, спешу вас обрадовать. Что щи царя Беренгея готовы! А готовили мы щи так. В кастрюле мы обжарили лук, морковь и помидор. Залили всё кипятком, добавили картофель и оставили вариться на пять минут. Затем мы отправили в кастрюлю капусту и обжаренные грибы. И через семь минут мы разлили щи по тарелкам. Это программа «Секреты маленького шефа». И сегодня мы путешествуем по Ярославской области. Путь наш лежит по невероятным, удивительным, сказочным местам. Мы вспоминаем имена сказочных героев, играем в старинные русские сказки. И кажется, у нас осталось ещё немножко времени, чтобы приготовить второе блюдо. Предлагаю отправиться в игровую. Девчонки, кто хочет поуправлять санями? Я! Бери в самоходные сани наши и в путь в игровую! Ха! Круто, как ты управляешь санями! Так, сани, постойте-ка пока здесь и не балуйтесь. Друзья мои, а мы с вами приехали в город Мышкин. А знаете, чем знаменит город Мышкин? Я вам сейчас расскажу. Существует такая легенда. Давным-давно князь Милославский охотился в здешних местах. И решил немножко отдохнуть после охоты на берегу Волги. Лёг спать. И вдруг по нему пробежала мышь. Прыг! Он проснулся, удивился, что такое, по мне бежит мышь. И увидел, что мышь не просто пробежала, она разбудила его, потому что к нему подползала злая и ядовитая змея, хотела его ужалить. Ну, тогда князь Милославский очень обрадовался этому обстоятельству, потому что мышь его вовремя разбудила и построил в честь этой мышки маленькую часовню на берегу Волги. Ну, а потом вокруг этой часовни начал расти город и превратился в город Мышкин. Так гласит легенда. Но как было на самом деле, никто уже и не вспомнит. Девчонки, предлагаю вам сейчас сделать здесь маленькое мышиное войско. Кто сделает больше мышек, тот и побеждает в нашей второй игре. На старт, внимание, мышиное войско, стройсь! Ой, кажется, время кончается. Ой, да, мышь, точно! Ну что, объявляем о финале нашего состязания? Да, пять, четыре, три, два, один, стоп! Стоп, девочки, стоп, девочки! Кира, какое у тебя мышиное войско получилось? Сколько мышек? Три. Три мышки. А у тебя, Злат? Две. Две. В этом состязании победила Кира, да? У-у-у! Кир, тебе и выбирайте рецепт нашего второго блюда. Ну а пока нам нужно отправиться на кухню. Злата, а ну-ка, Сани, везите-ка нас сами на кухню! Эй, подождите меня! Ох, ну что, по-моему, очень здорово, да? Уважаемый предводитель мышиного войска, что же вы медлите? Берите кулинарный путеводитель, открывайте его на букве «Я» и выбирайте рецепт второго блюда. Я выбрала взбитень по-ростовски. Опустите клюкву на две минуты в кипящую воду. Затем переложите ягоды в кастрюлю и разомните их. Влейте воду, добавьте специи, доведите до кипения. Отвар процедите, добавьте мед и дайте настояться два часа. Отлично! Это замечательный взбитень! Ну что, давайте выставлять на стол продукты? Давайте! Клюква! Мёд! Вода! Сбитень приготовим? Да! Ничего себе, ну вы и наколдовали! А что из этого всего великолепия здесь клюква? Закрывайте глаза. Я буду вас угощать разными ягодами, а вы решите, клюква это или не клюква. Итак, пробуй. Ну? Мне кажется, чёрная смородина. Чёрная смородина, да, действительно, это чёрная смородина. Сейчас мы пробуем второй экземпляр. Злата, открывай рот. Ну? Знаешь, что это за ягода? Лежевика? Не совсем. Черника? Черника! Да, верно. Ты готова, Кира? Да. Ам! Ну как? Горько. Горько? Клюква? Нет, это не клюква. Это брусника. И последний экземпляр. Хам. А я знаю, что это. Что это? Клюква. Да, это клюква. Молодцы, девчонки. Снимайте повязки. Значит, нам нужна только клюква. Клюква. А для чего вам нужны вот эти, ух, дубинушки-толкушки? Чтобы клюкву. Чтобы толочь клюкву? Да, толочь клюкву, да. Вылавливаю клюкву. Осторожно, клюква очень горячая, чтобы она на вас не брызнула своим соком. Ну что, размяли клюкву? Да. Замечательно. Берите ложки и обратно опускайте клюкву в горячую воду. Ну а теперь сюда нужно добавить... Специи! Специи! А какие у нас там специи? Корица, гвоздика, мускатный орех. Гвоздика очень душистая, и я думаю, что достаточно 3-4 гвоздика туда бросить. Раз, два, три. И ждем... Пока закипит. Верно. А у нас пока... Музыкальная пауза! А где же у нас музыкальные инструменты? На кухне! На кухне! Так, выбирайте себе любые, абсолютно любые музыкальные инструменты. Так, вот здесь у меня еще есть вот такие вот ударные. Так. Так. Раз, два, раз, два, три, четыре. Ух, вот это музыкальная пауза! Ух, силище мне придало! Ой, кажется, наш сбитень по-ростовски уже закипел. Смотрите-ка, как быстро время пролетело, правда? Да! Теперь его нужно... Остудить! И добавить... Меда! Как будем остужать наш сбитень по-ростовски? С помощью волшебства! Конечно! Кого позовем? Северный ветер! Северный ветер! Раз, два, три! Северный ветер! Приходи! Как холодно! Слушайте, девчонки, может быть, надо немножечко прибраться? Надо позвать феи чистоты! Совите! Раз, два, три! Феи чистоты! Приви! Все забрала! Эй, эй, феи, погоди! Ну вот, хотя бы половник спас. Нам нужно добавить мед. Держите ложку. Ну что, феи мои, волшебницы, сбитень по-ростовски... Готов! Осталось только настояться ему два часа. А готовили мы сбитень так. Мы опустили на две минуты клюкву в кипяток, затем вынули и размяли. Залили клюкву водой, довели до кипения, после чего добавили специи, мед и оставили на два часа. Наше сказочное кулинарное путешествие подходит к концу. А как говорят в конце сказок-то? Сказка, ложь, да в ней намек. Добрый молодцам урок. Кстати, про уроки. Вы домашнее задание сделали? Сделали! Ну, показывайте скорее. Так. Ох, какая красота! Это яичко. Его можно повесить на кухню, и от него сразу настроение хорошее. Спасибо большое. А у меня прихватка собачка. О, смотри, как живая, да? И две досочки. Так, спасибо большое, Кира, спасибо большое, Злата. Вы замечательные кулинары, отличные сказочницы. И мы научились с вами готовить два волшебных блюда, которые называются... Щи, царя, бендея и сбитень по-ростовски. Молодцы, девчонки, было здорово и весело. Друзья, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то не надо стесняться. Пишите нам по этому адресу, вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости, будем готовить вместе. Тут и сказочки конец! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok